Доброго дня! С вами Ольга Спиридонова и канал Процветок. И сегодня мы расскажем об очень интересном растении, которое помогает практически при всех заболеваниях, какие бы то ни были в организме. Хотя само растение достаточно колючее и называется оно расторопшепятнистое. Называют его по-разному и маринчертополох, и колючка. И тем не менее это растение драгоценно для нас тем, что очищает печень. Чем нам в организме драгоценна наша печень? Она помогает избавляться от шлаков. В любой ситуации, когда мы на Новый год, на 8 марта или на Пасху поели лишней жирной пищи и чувствуем, что любимое платье нам тесновато, а утром не хочется вставать. Или же мы переболели и съели достаточно большое количество лекарств, антибиотиков, противотемпературных, противовоспалительных. И опять-таки это удар по печени. Когда у нас есть какие-то вредные привычки, алкоголь, табак. Или же мы работаем на вредном производстве, где какие-то не самые хорошие выбросы. И это все шлаки, которыми мы дышим, которые усваиваются нашим организмом, которые мы пьем, едим. И перерабатываясь, они дают нагрузку на печень. Хорошо, если печень успевает справляться с этим всем и выводить эти токсины из организма. А если нет? А если нет, то это все откладывается в организме. И что делать? Делать какие-то жестокие, трудные, длительные чистки для печени. Не всем это подойдет и по здоровью, и не всем это доставит удовольствие. Что сделать попроще? Попроще посадить у себя на участке расторопшем. Семена можно купить в магазинах, которые торгуют саженцами, рассадой. В том же магазине про цветок. И высадить ее вот вдоль своего участка. У вас будет роскошная, сказочная зеленая изгородь, которая будет цвести, которая будет колючая, не будет пропускать никакую лишнюю живность на ваш участок. И в то же время, в конце августа, в начале сентября, она даст вам семена, которые оздоровят вашу печень. Каким образом собирать семена расторопши? Лучше, конечно, их собирать в плотных перчатках, состригая вот эти вот колючие, отсвевшиеся цвете, в коробочках которых остались семена. Собрав эти семена, что мы делаем? Мы их раскладываем на каком-то подносе или на чем-то еще и подсушиваем. Коробочки очень плотные, колючие. Руками семена доставать нежелательно. Что мы делаем? Мы берем скалку, можем между двумя слоями ткани проложить, или там картона, или брезента, покрывала, эти самые коробочки расторопшие, и прокатать их скалочкой. После чего посмотреть и выбрать оттуда высыпавшиеся семянышки. Это сырье для оздоровления нашей печени. Что мы дальше делаем с этими семенами? А дальше мы с ними можем делать то, что нам угодно. Можно их заваривать в термосе, например. Две чайных ложки на стакан кипятка, ночь настаиваем и пьем по треть стакана три раза в день. Но отвар качества держит только двое суток. Каждые двое суток заваривать у нас может не хватить терпения. Что мы еще можем сделать? Мы можем эти плотные семянышки смолоть на крепкой кофемолке и получить вот такой вот порошочек. С ним уже попроще. Этот порошочек мы можем кушать под чайной ложечки два-три раза в день. Курс три-пять недель. Перерыв неделю делаем, еще один курс, еще перерыв неделю и еще один курс. Таким образом, где-то за три-три с половиной месяца мы лечебный курс для своей печени проводим. Потом можно еще по одной чайной ложечке один раз в день еще месяц поддерживающий курс провести. Кому необходим такой серьезный очищающий курс? У кого есть проблемы с печенью? Гепатит, высокий холестерин, ожирение печени, камни в желчном пузыре и так далее и тому подобное. Если же нам просто хочется печень немножечко оздоровить, а заодно согнать лишние килограммы, наеденные за новогодние праздники, то будет достаточно одного месяца приема порошочка расторопши. Можно сделать еще более интересный вариант. Порошок расторопши залить любым базовым маслом, будь то оливковое масло или, например, масло подсолнечное, растительное, рафинированное, настоять порядка недели. И у нас будет масло, обогащенное силимаринами. Зачем нам это масло? Для того же, для очищения и оздоровления нашей печени. Как мы его можем применять? Масло расторопши можно применять в виде заправки для салатов. На нем можно, например, заправлять тот же творожок или кашу, но мы его ни в коем случае не используем для жарки, мы его не нагреваем. Мы используем его именно в таком ключе. Можно масло просто принимать, например, по ложечке, если проблемы со стулом, то дополнительно к очищению печени подобное масло нам поможет очистить еще и кишечник. Каким образом? На ночь берем стакан свежего кефира или обычную бабушкину простоквашу. И на стакан простокваши добавляем столовую ложечку вот такого вот масла расторопши. Через полчаса, час после ужина выпиваем и ложимся спать. Утром у нас великолепным образом очищается кишечник, а ночью где-то в районе 3-4 часов будет очищаться печень. Мягко, без всяких жестких каких-то колик и прочего. Но если применяя расторопши, мы чувствуем, что у нас где-то вот тут вот в правом подреберье тяжесть какая-то, болезненность, идем на УЗИ. Если у нас в желчном пузыре есть камни, тем более крупные, с расторопшей необходимо будет очень и очень аккуратно обращаться, чтобы она не спровоцировала движение этих камней и печеночную колику. А что делать тем, у кого крупные камни, тем необходимо обратиться за консультацией к специалисту. Или же можно записаться на курсы в нашу фитошколу Дивея. Мы помогаем очистить организм с проблемным здоровьем. А всем остальным мы рекомендуем весной купить семена расторопшие в магазине Процветок и посадить у себя в качестве зеленой изгороди. Поверьте, вы не пожалеете. Мало того, что цветущие бутончики вам будут давать тонизирующий чай, семена, как мы уже сказали, помогут мягко, но конкретно очистить печень, убрать лишний вес, привести в порядок кожу лица, потому что когда чистая печень, у нас, разумеется, и все остальные периферийные органы очищаются. И быть здоровыми!